Добрый день! Пятое место. Можно ли считать твои личные победы или рассчитывал забраться еще выше? Это я о турнирной таблице. Нет, конечно, всегда хочется выше и до первого недалеко. Но, в принципе, я сделал все, что мог. Вот на данном этапе, в данном составе лучшего выступления. Ну и вообще, в принципе, это лучшее пока место в карьере у меня. Сколько было участников? Откуда эти люди были? Что у них за плечами? Ну, это лучшие спортсмены из каждой страны. Было 25 стран и около 100 спортсменов. То есть, в принципе, конкуренция очень высокая. И восьмерка финалистов очень мощно отобралась на данном конкретном этапе. Поэтому пятое место из этой восьмерки, в принципе, это прям, ну... От России ты не один выступал? Нет, от России нас целая сборная команда ездит. Но в восьмерке нас было двое только. Вот Николай Кузовлев, он занял первое место. И я занял пятое место. Больше русских не было в восьмерке финалистов. В общем, победа все-таки это твоя. Моя личная. И не только твоя, я думаю. Моя личная, да. А сколько всего было категорий? Что за категория, в которой ты принимал участие? Или ты в нескольких принимал участие? Вообще, ледолазание состоит из двух видов. Это трудность и скорость. Это два разных соревнования. Я принимаю с этого года участие в обоих. Раньше я выступал только в трудности. Сейчас и в трудности, и в скорости. Чем они отличаются друг от друга? Сейчас я объясню. Скорость – это ледолазание непосредственно по льду. 15 метров вертикального льда. Без всяких зазубринок? Да. Обычно это просто лед вертикальный, 15 метров. Он в рамках правил определенными стандартами ограничен. По высоте, по углу и прочее. Вот. Кнопка на полу, кнопка наверху. От кнопки до кнопки нужно преодолеть расстояние при помощи инструментов на руках. Кошки на ногах, инструменты в руках, каска и верхняя страховка. Все, больше ничего нет. И люди бегут. Но это скорость? Да, это скорость. А трудность? Трудность выглядит следующим образом. Это скалодром. Как правило, из фанеры с ледовыми элементами включенными, но их все меньше и меньше, потому что нужно создавать равенство условий, а лед, он меняется от одного участника к другому. Поэтому количество льда уменьшается на таких трассах и остаются зацепы. Зацепы имитируют скалу, то есть имитируют какой-то скальный рельеф, условно говоря. И, как правило, это нависающие конструкции, достаточно тяжелые протяженные трассы. Трассы, как правило, закрыты. Это означает, что никто из спортсменов не видел ее раньше и не видел, как кто-либо по ней лазил. Нас вводят на просмотр, дают пять минут взглянуть просто на направление, куда нам необходимо будет лезть. Потом все уходят в зону изоляции и по очереди, по одному преодолевают эту трассу за ограниченное время. Постановщик дает, ну, к примеру, восемь минут или пять минут там. И в рамках этих пяти минут нужно как можно выше залезть по трудной трассе. Вот эта трудность. Поняла. Вот на своей страничке в социальной сети ты говорила о том, что французский лед очень специфичный и было тяжело подниматься. В чем его специфика? Вот по мне лед и лед одинаковые во всех странах. На самом деле лед – это очень необычная субстанция, достаточно многогранная. Во-первых, он бывает очень разный по консистенции. Консистенция зависит от многих факторов – от температуры, от влажности, много всего. Во-вторых, способ его создания очень важен. То есть то, что делаем мы в России уже последние, я не знаю, лет пять, в том числе и в Барнауле, мы строим ледовую стену искусственную, ну, собственными руками, скажем так, лепим ее вручную. И рельеф получается достаточно ровный. То, что сделали во Франции и в Италии, они просто, ну, налили, вот как замерзшие водопады намерзают. Он более рыхлый, более неравномерно налитый, скажем так. И по такому льду очень сложно бежать, очень много срывов. Но вот на примере Франции у нас там несколько лидеров турнирной таблицы послетали, потому что просто, ну, тяжелый лед на самом деле, очень тяжелый. И для нас мы привыкли, чем более равномерный, чем меньше в нем дырок, ям каких-то там неровностей, больших неровностей, тем лучше для нас. А где был самый легкий лед для тебя? Легкий? До легкого не было нигде, но самый классный был, наверное, вот из европейских стартов в Швейцарии был самый классный. Они его делают наподобие ледовых городков, вот как у нас делают на площадях на Новый год. Из кирпичей, из таких ледовых больших кубов собирают, чуть-чуть проливают, и он получается, ну, практически идеальный. Поняла. А где ты тренировался накануне стартов во Франции? И достаточно ли вообще в России мест, где ледолазы могут готовиться к подобным соревнованиям? В России достаточно немного таких конструкций. Мы в основном делаем их самостоятельно. Вот, в частности, здесь в России дома я тренировался на скалодроме в парке Изумрудном. Это наш скалодром, Алтайская федерация альпинизма. Это хороший скалодром? Мы провели на нем уже два этапа Кубка России. Все спортсмены довольны. Мы считаем, что этот стенд более чем подходит и для соревнований всероссийского уровня, и для подготовки нашей команды. Поэтому, ну, и с каждым годом мы его все дорабатываем, дорабатываем, усовершенствуем. На данный момент он уже абсолютно отвечает всем требованиям проведения и всероссийских стартов, и проведения тренировок. То есть, в целом, это очень удачная тренировочная база. Ну, а за рубежом таких конструкций еще меньше кажется. Что вот в России, ну, в России как-то проще, наверное, или люди больше берутся своими руками работать за границей. Они используют скальные массивы какие-то для тренировок. Ну, то есть, тоже ищут любые возможности. Вот, в частности, во Франции вот этот стенд, на котором проходил этап Кубка мира, собирает на себе сборы. То есть, у них нет возможности в каждом регионе Франции построить конструкцию. Они организуют двухнедельные сборы на вот этой конструкции в горах. Ну, я поняла. В каком возрасте ты вообще понял, что забираться на ледяные горы – это твое? Наверное, лет 19 я начал заниматься достаточно поздно. До этого было много всяких разных видов спорта, единоборства, плавания. В общем, пробовал себя. Ну, а в альпинизм я попал около 19 лет. Я сейчас даже и не вспомню точно возраст. Ну, в целом, началось все с гор. И, ну, как бы, я до сих пор хожу в горы, люблю, работаю горным гидом летом. То есть, для меня это целая большая жизнь. Родные и близкие тебя поддерживают. Вот им не страшно, потому что все равно же куда-то ввысь, по льду. Нет, безусловно. Безусловно, их поддержка – это самое-самое важное, что есть вообще в принципе. У нас, скажем так, две семьи образуются. Одна семья – это наша первая семья. Это родные и близкие, которые переживают здесь. Вторая семья – это команда, которая переживает там. Мы друг за друга очень сильно болеем, очень сильно переживаем и помогаем друг дружке в процессе, потому что это реально очень непростой труд. Вот, в частности, последние полтора месяца у нас было шесть стартов подряд, каждую неделю соревнования. И физически тяжело, и психологически многие сдают, и девчонки, и мальчишки. В общем, по очереди друг дружку поддерживаем, потому что, ну, без этого никак. Понятно. А было тебе когда-нибудь страшно? Да, безусловно. На самом деле, всегда задают такой вопрос, и всегда страшно. Ну, то есть, когда речь идет про соревнования, там нет страха, там конструкция, которая обслуживается. Я сам обслуживаю такую же конструкцию, я знаю прекрасно, насколько велик там запас прочности и безопасности именно при подходе к таким мероприятиям. Поэтому там любой срыв, любое, то есть, это не составляет опасности какой-то. Это безопасно для спортсменов определенно. Вот. Страшно в горах, страшно, когда не погода, страшно, когда есть факторы, которые от тебя не зависят. То есть, когда ты сделал уже все, что ты можешь, все, что в твоих силах, а ничего не происходит. Чинило. Вот. То есть, вот иногда такие моменты бывают. Вообще страх – это защитный механизм, страх – это нормально. Ну, да, для любого человека, не только для спортсмена. Да, безусловно. Когда спортсмен перестал бояться, это значит, что… И ему стало неинтересно уже, наверное, да? Не то, чтобы неинтересно, это значит, что вот в нашем спорте, особенно в горах, это уже близко к каким-то плохим событиям. Потому что страх, он защищает тебя определенно. Он должен быть, должен присутствовать в какой-то мере. Другой вопрос, что его нужно контролировать в каких-то моментах, когда это надуманные вещи. Нужно стараться его ограничивать. Поняла. А ты сейчас, наверное, восстанавливаться будешь в какой-то период времени? Да, в 4 дня. Какие цели и задачи поставил уже на ближайшее время перед собой? Много. Коротко. В основном по семье. По семье, да? Да, конечно. Очень соскучился по дочке. У меня маленькая дочка, 3 года. Я с ней сейчас буду проводить максимум времени. Ну, а, собственно, через 4 дня я полечу в Штаты еще. У меня еще шестой этап Кубка мира. И это будет, наверное, самый тяжелый из всех, потому что он заключительный. И потому что он на другом континенте. Бог знает где до него лететь 16 часов. И это как бы... Для меня это в новинку. Я ни разу не был в Штатах. Для меня это интересно. Они планируют сделать очень, очень масштабное мероприятие. Подключили другие виды спорта, экстремальные. Подключили всяких крутых спонсоров. Там будет огромный-огромный фестиваль, огромный стадион. Обещают 15 тысяч зрителей и прочее. В общем, будет здорово. Мы никогда такого не видели. В ледолазине никогда такого не было. Поэтому увидим. Ну, я желаю тебе удачи и побед новых. Удачи США, прежде всего. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И напомню, что сегодня гостем нашей студии был альпинист, ледолаз Дмитрий Гребенников. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!